Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня мы еще немножко выстроим фундамент субъективного восприятия. Я совсем немного вкину сегодня информацию, отвечу на основной вопрос, который будоражит ум и многих, который очень активно юзается в интернете. Смотрите, вы часто читаете рекламу, где написано «Открою третий глаз», четвертое ухо, да, «Открою видение», «Открою, открою», и у человека в воображении рисуется, что он придет куда-то и уйдет оттуда, и будет видеть так, что закрыл глаза, у него какая-то реальность, и в этой реальности он видит всю правду. А когда он глаза открывает, он уже видит вот эту реальность. И получается, открыл, закрыл, ты как бы перескакиваешь из реальности в реальность, и ты такой ясновидящий мудрец, да, круче вангель. И человек вот с этим представлением приходит на открытие третьего глаза на тренинг, и вдруг ему говорят, для того, чтобы третий глаз открылся, тебе надо работать, переработать три года. И человек уже так раз, его энтузизм весь стек, да, и он после этого уже готов там пару месяцев поработать. Но, конечно, три года вряд ли кто-то тренируется, хотя есть и упертые. И на выходе, у него через три года, даже если он остался в этой тусовке, у него будет шанс либо врать самому себе, либо вот такой вот реальности у него все равно не будет, либо изменить свои представления. Так вот, давайте мы развеем ложное представление сразу, потому что когда говорят о ясновидении, о видении вообще, говорят очень много дури. Смотрите, у нас есть мозг, да, я специально буду рисовать, куда мне здесь подвинуть, и потом покажу активно. Вот, грубо говоря, у нас есть такой вот мозг, да. И в наш мозг приходит информация. Информация приходит у нас таким образом. По тактильному каналу, по аудиальному каналу. У нас есть запах, у нас есть вкус, вкусовые рецепторы. У нас в мозге есть вестибулярный аппарат, да, и у нас есть зрительный канал. И вот, грубо говоря, нам по зрительному каналу входит какая-то информация в виде картинки. Когда она входит, когда она не выходит, да, когда она входит, мы ее видим, вот этот окружающий мир так. Либо же, если это тонкоматериальная информация, она идет по периферийному зрению, да. Она проходит по периферийному зрению, потому что она где-то достается из недр подсознания, из энергоинформационного поля, и она проходит, но она идет на обработку, на обработку в мозг. В мозге обрабатывается эта информация и выдается в виде какой-то картинки нам воображаемой. Но уже это будет воображаемая картинка, она чуть справа, чуть слева, но она уже будет не совсем периферийным зрением. Она уже будет, она может вообще быть в зоне активного зрения, но на закрытых глазах. На открытых глазах у нас это будет как представление. То есть, грубо говоря, вот это у нас воображение наше или представление, да, а на этапе входа это либо наша информация из внешнего мира, либо информация, которая вышла где-то из недр подсознания и вошла к нам в обработку, как идея пришла к нам, да. К нам пришла идея, вот эта идея в виде какого-то мимолетного образа, такого открытия, или как это называется, озарения, да, вот она на входе в мозг, а на выходе у нас воображение. Что такое видение, которое тренируется на тренингах, которые предлагаются в своем большинстве, включая мой любимый метод Бронникова, там в дальнейших ступенях, да, которые я, в общем-то, не использую для людей зрячих. Я считаю, вот эти тренировки, они как бы, ну, кому надо воображение, там в творческой какой-то работе, но я бы тренировала вот эту часть на входе, на озарение, да, на озарение их можно иметь больше. Ну, кому надо воображение, наверное, художникам надо, дизайнерам надо. Ну, во всяком случае, вариант тренировок такой есть. Для людей, которым это не надо, это может быть потраченным временем, потому что какое-то воображение и вот эта способность мозга генерировать вот эти образы, да, она есть у каждого человека. Вот, хотя, вот, наверное, при работе с подсознанием, умение работать с этими образами, оно тоже дает свои бонусы. Тут так двояко, нельзя категоричность нигде применять. Здесь есть и, да, то есть из всего можно извлечь пользу. И из этого варианта просто надо понимать, как это работает. Итак, здесь у нас будет озарение или входная информация любая. Здесь у нас выходная информация или образы воображения. Итак, ну вот смотрите, образы воображения находятся где? У вас в голове. Вот это приходит и снимается информация где? Чем? Мозгом тоже у вас в голове. Запоминаем, ваша голова в данном случае является основным предметом для обработки данной информации. Далее, что мы делаем с информацией, которая является образами и как мы можем ее использовать? Когда наш мозг продуцирует образы, он тратит очень много энергии. Поэтому зачастую тренировки связаны с энергетическими упражнениями. Там даются разного рода прокачки, всякая ерунда для того, чтобы поддержать мозг, потому что вот эти вот штуки работы с образами на выходе, да, они действительно энергозатратны. И тогда очень хорошо совмещать энергетические упражнения с упражнениями. Первое для тренировки на управляемость этим процессом, потому что если вас из мозга начнут накрывать картинки неуправляемые, да, то это будет перегруз, это будет состояние, в общем-то, близкое к шизофреничным. И следующее на объективность. То есть объективность поступаемой информации в образах, она крайне низкая, потому что это вторичный продукт переработки мозга. Понимаете, да, если схему видите. И тогда надо тренировать объективность. И тогда те образы, которые выходят вот на этот экран дополнительные, его называют еще экраном внутреннего видения, да, вот, или многие относятся к ясновидическим функциям, в разных практиках сразу называют видение, ясновидение и все. И дальше человек тупо использует эту информацию. Ребята, это пережеванная пища, и пережеванная пища не отличается объективностью. И зачастую, сняв информацию по вот этому визуальному образному каналу, да, мы говорим человеку чушь. Я предлагаю тренировать не вот это в первую очередь, да, я предлагаю научиться работать вот здесь. Это этап знания. Когда у вас приходит какая-то информация, вы чувствуете, у вас есть какие-то отклики в теле на уровне вкуса, ощущений и так далее. И в то же самое время, если вам удалось еще по периферии снять вот этот мимолетный образ, который пришел по визуальному каналу, то достоверность этой информации близка к 100%. Понимаете? Но это называется доверие к себе. Опять мы приходим к механизму веры. Верой. Это основной механизм у нас. И когда вы доверяете к себе, вы можете тогда выдать объективную информацию, да. То есть вся экстрасенсорика, она строится вот здесь. А вот этот механизм лучше использовать для закачки информации в подсознание, наоборот, для обмена в обратную сторону. Вот здесь он реально будет нужен, да. Ну, либо же, там я говорила, как дизайнер, художник и так далее. Вот. Так вот, увидеть вот эту картинку на входе, это близко к озарениям, и к этому это надо натренировать. Вот это мы называем интуицией зачастую. Ой, пришла информация. А эта информация зачастую пришла, вот такой образ мимолетный проплыл, да, и вы его даже можете не заметить. Но если вы научитесь их снимать, как бы замедлять, потому что они проходят очень быстро, очень такой тонкой пеленой, и никогда они не бывают такими плотными, как наш материальный мир, вот в таком изображении. Если вы натренируете вот это дело в себе подмечать, а такие упражнения тоже есть на вот эти тренировки, когда вы это все тренируете, то вы ловите информацию еще на входе, и вы уже знаете, и вы ее уже используете, потому что вы ее дальше суммируете с другими каналами восприятия, и вы можете уже с ней работать. И вот смотрите, вот после этой схемы у вас рождается стандартное представление о ясновидении, да, то, которое было там у Ванги. Хорошо, я оставлю эту тему на подумать, потому что я понимаю, что невыгодно сейчас людям, которые работают вот в этом ключе, в этом шаблоне, в этом мифодизайне, да, чтобы вот так перед человеком разложили информацию, сказали, вот смотри, чувак, разбирайся, да, и думай головой. Хотя мой опыт показывает, что головой думает крайне малое количество людей, и даже если ты на каком-то этапе человеку говоришь, вот смотри, дорогой, вот там речка, да, она вонючка, ну, на мой взгляд, вонючка, но, видите ли, у каждого свои вкусы, кто-то будет считать эту речку с духами Шанель номер пять, да, вот, и он с удовольствием в нее окунется. А даже если после этого у него будут неприятные ощущения и какие-то дисбалансы, и он придет, он зачастую не помнит, что ему говорили про эту речку-вонючку, и предупреждали, и так далее. Просто у нас у каждого подсознание, мы подходим к более сложной теме, подсознание до того, как включить какую-то игру вот в этом мире, да, оно заключает договор с другим лицом о том, что он должен прожить такую ситуацию, да. И эта ситуация уже отыгрывается. Очень хорошо об этом написал в своей книге Колин Типпинг. В книге «Радикальное прощение» в самом начале приводится история, если я не ошибаюсь, Н звали, даму. И вот эта история Н вообще полностью рассказывает, раскладывает в простых словах и выражениях механизм формирования, первичного формирования определенных жизненных ситуаций в жизни человека. А вот, и по такому сценарию работает наша бессознательность, по такому сценарию формируются определенные глубины. И поэтому зачастую все, что касается представлений у человека, и все, что касается программы бессознательного, оно доминирует над осознанным вариантом подключения. И если когда-нибудь он там через 10 лет вспомнит, что он где-то на видео видел вот эти картинки, возможно, у человека будет шанс вернуться и это все посмотреть. Можно углубляться в предыдущую тему или можно сделать сейчас перерыв. Я думаю, имеет смысл сделать сейчас перерыв. И до новых встреч, друзья. Это информация на обдумывание. С вами была я, Наталья Зайцева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова